Что у нас сегодня? Сегодня мы поговорим об обратных вещах, об обратных вещах отчета нашего. Мне говорят, что в интернете все стоит дешевле, чем в электросиле. Мы сейчас зайдем и определимся, потому что я недавно находился в этом самом интернете. Я реально знаю тамошние ценники, тамошние не только российские, но и китайские ценники. Так давайте определимся и посмотрим, насколько вам выгоднее прийти в электросилу, чем пытаться найти оптовыми ценами продукцию того же качества, но в интернете. Ну, не знаю, тут цены приемлемые. Цены приемлемые, да? А я вот посмотрел, лампочки сверху эти, да? Вот понимаете, я в интернете посмотрел, что эти лампочки стоят в 2 раза дороже. Ну, может быть. В интернете, а здесь дешевле. Ну, скорее всего, я уже не первый год сюда хожу. И нравится? Да, нравится. Да, господа мои, вот теперь трепещите. Не понимаете, вы в интернет залезете, и вот вам нужны светодиодные лампочки на улицу. Вот ровно такие же, что... Да вы мне хоть верьте, хоть не верьте, хоть и сами посмотрите. Я ничего не буду говорить. Мне тут один товарищ сказал, что подешевле, чем здесь, купит. Я говорю, ну-ну-ну, давай-давай, попробуй, если у тебя получится. Потому что там вот эти же светильники стоят в 2 раза дороже. Вы понимаете, о чем идет речь? Это интернет вещь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, наверное, стоит говорить о том, что если мы пришли в электросилу, во-первых, ценники дешевле, чем интернет. Ага. Сейчас немножко пальцы понажимаю. Кто-то купил, перепродал, наворачивает и все остальное. Этого здесь нету. То есть, ну, все уже есть. И квартиры, и машины, и все что угодно. Необходимо только ваше доблестное участие в процедуре строительства, которое вам гарантирует электросилы. Я тебе говорю, вот эта штука там, вот эта ровно штука в 2 раза дороже. Крепитесь и трепещите. Вот я о чем. Жалко, что это Магнитогорск. И жалко, что не мой канал в лидерах YouTube. Там умные вещи не смотрят. А это для мега умных монстров. Лечителей за лечителей бизнеса. Вот они, реальные магнитогорские цены. Что-то нет накола, нет и не будет. Как нет в электросиле и обмана. Ого, чуть-чуть. Почему я пинаю вот эту штуку? Потому что это все уже купили. Да, 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 да. Лампочки купили и все остальное купили. Вот, правильно, да? Вот. Работа идет, работа идет на вас. А, теперь немножко... О-о-о, то, чем нас сейчас нагружают, естественно. Сейчас уберу. Что же, пустое? Практически пустое. А, да, уже пустое. Как нас колбасит, а? Я ярый противник нашего расколбасов. Особенно мне не нравится, когда нас колбасят по доллару. То есть, меня-то реально надоедает, в действительности, да. Хочется деньги заработать в долларах, а уже и пенсия ниже, чем 200 долларов. Ну, такая крутизна, да? Как я люблю. Как я люблю. Ай, да не будем про них говорить. Но, 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 не забывая о том, что у нас есть электросила, можно дружить с любыми факторами по долларовой цене. Сейчас объясню. Дивная ситуация. В чем заключается? Человек купил, ну, допустим, лампочки другие разные, да? Где-нибудь, может, за рубежом, а может, и в России, кстати. В России очень хорошие лампочки уже научились делать. Если честно, то здесь много чего в России делается. К слову о том, что наконец-таки мы начали работать. Вот это радует меня, да? И если это Россия, если это красота, то есть тот вопрос, когда все распродали, ну, практически уже ушел. Ну, практически уже ушел. То бишь, можно даже из России сделать идеальный вариант евроремонта. Почему нет? Да, 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 да. Вы просто зайдите в любой магазин и посмотрите, что все, что делается за бугром, делается и в России. Просто подумайте своей головой. И если это российское качество, то давайте забудем про слово доллар, потому что все делается на рублях. Продали, но продали для холодильника мне лампочку. Ага. Только включила, она сразу же перегорела. Вот пришла сюда, узнает точно. Пятьдесят пять. Пять будет? Да ну а почему нет? Не все делается, естественно, в России. Но давайте все-таки обратим внимание. Вы вообще в Китае-то были, нет? Вы были вообще в Китае? Для тех, кто мне начинает втирать, что Китай-то не то, что должно быть. Вы были в Китае? Я-то был в Китае. Господи боже мой, я видел Китай из тех вещей, которые не все видели, естественно. Потому что я там жил. То есть есть два подразделения. Первоначально туризм. В туризме вы ничего не видите. В туризме вас все это дело показывают. И нормальное проживание. У меня было нормальное проживание. Потому что мне надо было лечить вот эту мою штуку. Да, 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 да. Именно благодаря Китаю я в конце концов живу. Там еще Куба была. То есть вы должны понимать, да? То, что я живу там, где необходимо не просто существовать, а грамотно выживать. Я там и естественно лечился. И я посмотрел, что такое Китайская Народная Республика. Боже мой, это даже совсем не Россия. Ладно, Россия тоже неплохая, как сама страна. Но мы не будем говорить, что Китай – это очень все плохо. Дай бог. Нет, нет, нет. Вы не говорите мне, пожалуйста. Если вы сейчас опять начнете мне втирать, я вам объясню ситуацию. Вы на себя посмотрите, на свою одежду. Вот у меня, допустим, на мне не сильно много российских вещей. По-моему, нет ни одной вещи, которая сделана в России. Тем не менее, я живу спокойно. Потому что я знаю, где все это дело берется. Ну, нет на моих вещах ничего такого российского. Ну, нет, пока мы еще не до этого дошли. И те же самые вещи, которые есть здесь. Да-да-да, датчики. Почему я про датчики давления, датчики направления и датчики перемещения говорю? Я сейчас собираюсь этим делом заниматься. И когда я обращаю внимание на ценники вот этих всех вещей, которые здесь присутствуют, прям вот, прям рядышком со мной, то я не вижу суммы даже за тысячу рублей. Я за тысячу рублей ничего здесь не вижу. Здесь ценники, ну, максимум 450 рублей. Ну, есть одна, но в основном, как бы, в пределах 500 может быть дешевле. Теперь, что касаемо дальнейших вещей, которые инфракрасные датчики движения. Вот оно, пожалуйста. Изумительная штука, она автоматически срабатывает. Крепитесь красиво. Вот эта штука, вот эта штука, она срабатывает на расстоянии 12 метров. То есть, в принципе, можно ее здесь поставить. И как только человек сюда зайдет, она сразу, во-первых, включится освещение. Во-вторых, во включении освещения такая штука тоже присутствует. Вы можете поставить матюгальничек. Ну да, в смысле, это должна быть такая штука, которая всех-всех-всех поразит своей громкостью. Не так часто это есть, но рядышком с машиной, которая немножко начинает свистеть, проходили. Такой уровень шума, который вы не сможете слышать. Да, тоже здесь есть. И мы не будем говорить, что это все сделано не в Китае. Хотя это сделано в Китае, но ценник абсолютно нормальный, ровный. Потому что Китай вам демонстрирует, что можно сделать дешевле, но по уровню и по качеству оно даже будет превосходить. Сходить. Чистые западные аналоги. Извините, пожалуйста, вы наверняка можете взять интернет-ресурс, правильно? Да. Часто так случается, да, смотрим в интернете и ищем оптовые цены. Бывает? Да, бывает. Почему сюда зашли? А дело в том, что здесь очень хороший ассортимент из наличия. И кабельные изделия, и электроустановочные изделия, изделия завода ФРЭМ. Там и щитовое оборудование, модульная аппаратура. Я просто занимаюсь электромонтажом и как бы частенько к ним прихожу. Плюс у них есть система скидок. Там при покупке на определенную сумму они предоставляют скидки. В принципе, мне все нравится, устраивает. Итак, мне говорят и объясняют, для чего создана программа «Дом, милый дом» и «Автостоп». Да мне-то зачем? Я терпеть не могу, когда меня чересчур более любят, чем я есть на самом деле. Я обыкновенный человек такой же, как и вы. Такой же в доску свой парень. С такими же косяками. И очередные мои косяки сегодня разрулились, понимаете, да? Мои косяки были в следующем. Мне говорили, что я найду в интернете оптовые цены дешевле, чем в городе Магнитогорске. А нету, нет такого, господа мои. Потому что за моей спиной электросила. Две штуки. Одна на вокзальной 5, другая на Комсомольской 17. Потому что именно здесь мы вам демонстрируем, что ценники еще и дешевле, чем в интернете. Опять же, не верите. Ну, посмотрите. И поверьте мне, работа эта моя. Естественно, только на то, чтобы у вас все было красиво. Работа вместе с электросилой – это наш двойной удар по кошельку.